Добрый день! Приветствуем штаб-квартиру Институтов Конфуция в Пекине и Института Конфуция по всему миру в центре Европы, городе Минске, столице Республики Беларусь. В преддверии празднования 10-й годовщины со дня основания Институтов Конфуция позвольте представить вам один из первых Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета, который был официально открыт в январе 2007 года в соответствии с протоколом поручений президента Республики Беларусь по итогам визита государственной делегации Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику в декабре 2005 года. Первый институт Конфуция в Беларуси был создан в старейшем университете Беларуси и флагмане белорусского образования Белорусском государственном университете. БГУ – это лучший университет Беларуси, который также входит в 2% лучших университетов всего мира. Институт Конфуция БГУ работает при поддержке Государственной канцелярии Китайской Народной Республики по международному распространению китайского языка в тесном сотрудничестве с кафедрой языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений Белорусского государственного университета. У нас в Белорусском государственном университете уже достаточно давно, с 2007 года, работает Республиканский институт китайского видения имени Конфуция. За эти годы он стал сильной, весомой организацией в Республике Беларусь, которая осуществляет и координирует работу по распространению, обучению китайского языка и китайской культуры у нас в стране. В 2009 году партнерской организацией РИК БГУ стал Далянский политехнический университет. На протяжении 8 лет своего существования при совместной поддержке правительств Беларуси и Китая РИК БГУ постоянно развивался и рос. При непосредственной поддержке штаб-квартиры институтов Конфуция была создана богатая библиотека учебных материалов, более чем с тысячей книг. Слушатели курсов РИК БГУ занимаются по предоставленным нам учебникам «Китайский язык. Новый объект». На данный момент в РИК БГУ работает 18 сотрудников, в том числе 5 китайских сотрудников. С 2011 года пост директора РИК занимает профессор Александр Николаевич Гордей. Гордей Александр Николаевич – доктор филологических наук, профессор. С 1999 года по настоящее время заведующий кафедрой языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений БГУ, а с 2011 года – директор РИК БГУ. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Республиканском институте Китай-Ведни имени Конфуция Белорусского государственного университета. В 2011 году Республиканский институт Китай-Ведни и Конфуция был признан одним из лучших и вошел в двадцатку ведущих институтов Конфуция в мире. Давайте вместе развивать китай-ведение и китайский язык в нашей замечательной стране. Пост заместителя директора с китайской стороны с 2012 года занимает госпожа Лю Сулин. Лю Сулин с 1997 года работает в Доляньском политехническом университете, доцент ДПУ. С 2012 года по настоящее время заместитель директора РИК БГУ, директор РИК по линии Госконцелярии КНР. РИК БГУ ежегодно проводит экзамены на знания китайского языка, АЧСК, АЧСК, КВСТ и ПСТ. Мы также консультируем студентов и преподавателей, которые хотят получить стипендию и поехать в Китай. В прошлом году мы направили 22 студентов по стипендию Института Конфуция и 2 преподавателя по стипендию Синханши. Под эгидой РИК БГУ китайский язык изучает более 2000 человек. На факультете международных отношений, филологическом факультете. На курсах РИК в гимназии номер 23 города Минска, в средней школе номер 97 города Минска, в Белорусском государственном экономическом университете, в Гродненском и Гомельском государственных университетах и других местах. В РИК БГУ на сегодняшний день существует 6 групп для детей и 12 групп для взрослых. Группы создаются в зависимости от степени владения языком, от начального и базового уровня до продвинутого. Также существуют программы для обучения бизнес китайскому, отдельные курсы по подготовке к экзамену HSK, страноведческий курс по китайской культуре. Как и кем строится дорога между далекими странами, но близкими и дружественными народами Белоруссии и Китая? Мы откроем для вас учебный кабинет и посетим уроки. Счастье, счастье, кто знает, счастье, свят, сфу, да, сфу, хайо, доброта, шанр, шанр, шанр. А мы на левого, ноги, левого. Я работаю в Весту Конфуции или ПКУ, сейчас уже второй год. Перед тем, как приехать в Беларусь, я очень мало знаю про Беларусь, но сейчас мне очень нравится. Например, хорошая погода, добрые люди, все вкусные блюда. Еще я надеюсь, что в будущем между Китаем и Беларусью дружба станет еще крепче. Ни хао. Еще раз. Ни хао. Как вас зовут? Как вас зовут? Ни тяо шан ма. Китайский язык сильно отличается от русского языка. Например, у него есть 4 тонны. Сначала не у всех получается произносить их правильно, но ученики очень старательные. И многие сейчас уже хорошо говорят по-китайски. Чу по-китайски. Чу по-китайски. Чу по-китайски. Чу. 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 У меня ученики, они дети. По-моему, они очень-очень старательные. Они очень любят китайский язык и китайскую культуру. Наш институт «Конфуз-ПГУ» похож на одну большую семью. У нас традиции просто так делаем. Нельзя туда. Так не в России. Самые прекрасные моменты, это те, что провожу с нашими учениками. Ребята изучают не только язык, но и культуру Китая. В нашей институте «Конфуз-ПГУ» мы не только учимся языку, но и встречаем праздники вместе. Например, китайский традиционный праздник «Чунцзе» и «Сяоцзе». Хотя на уроке мы предаватели и ученики, но в жизни мы хорошие друзья. РИК БГУ регулярно организует мастер-классы по различным направлениям китайского традиционного искусства. Дети постигают секреты древнего китайского искусства – каллиграфии, учатся вырезать из бумаги, играют в китайские шахматы. Также проходит цикл лекций по тайдицюаню – древнему боевому искусству, которое становится все более популярным в Беларуси благодаря положительному влиянию на физическое и духовное здоровье человека. На протяжении последних нескольких лет совместно с Доляньским политехническим университетом и посольством Китайской народной республики в Республике Беларусь РИК организует летние лингвистические лагеря в Беларуси и Китае. В рамках научно-исследовательской работы проводится международная научно-теоретическая конференция «Китайская цивилизация в диалоге культур», по итогам которой издается сборник научных статей «Пути под небесно». Примером настоящей белорусско-китайской дружбы может служить организованный РИК БГУ конкурс на лучший перевод произведений Янки Купалы и Якуба Колоса на китайский язык, посвященный 130-летию со дня рождения самых прославленных классиков белорусской литературы. Были подведены итоги и названы победители в двух номинациях – лучший перевод поэтического произведения и лучший перевод прозаического произведения. Совсем недавно мы вместе со всеми студентами и преподавателями института, сотрудниками БГУ, встретили праздник фонарей. РИК БГУ тесно сотрудничает с посольством Китайской Народной Республики в Беларуси. В 2013 году при поддержке посольства были организованы Дни Китайского кино. Одним из наших значительных успехов является официальное открытие 11 сентября 2013 года кабинетов Конфуция РИК БГУ в Белорусском государственном экономическом университете, гимназии номер 23 города Минска в Гомельском и Гродненском государственных университетах, которая состоялась при участии госпожи Сюйлинь во время церемонии открытия Европейского форума институтов Конфуция. Гимназия номер 23 с белорусским языком обучения города Минска является одним из первых учреждений образования Беларуси, в котором открылся и плодотворно работает кабинет китаеведения и китайского языка имени Конфуция. Наши студенты имеют возможность больше погрузиться и в культуру Китая, участвуя в различных мероприятиях, проводимые Институтом Конфуция, куда нас всегда приглашают. И вот то большое количество учебников, которое появилось, это тоже из нашего института Конфуция. В 2014 году РИК БГУ впервые принял участие в международной выставке «Образование и карьера». Институт часто посещают высокие гости. В 2013 году с большим успехом прошел официальный визит постоянного члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая господина Лю Яньшаня в Республику Беларусь. В рамках этого визита господин Лю Яньшань посетил Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета. По итогам визита отношения между нашими странами вышли на еще более высокий уровень. Искренне надеемся, что не последнюю роль в этом сыграла теплая встреча высокого гостя в РИК БГУ. В сентябре 2011 и 2013 годов встречали главу государственной канцеллярии КНР по международному распространению китайского языка штаб-квартиры Институтов Конфуция госпожу Cy Rainbow. Ректор Белорусского государственного университета, академик Национальной академии наук Беларуси и почетный профессор Даляньского политехнического университета партнера РИК БГУ объламийко Сергей Владимирович недавно был награжден серебряной медалью ГКНР по международному распространению китайского языка. Медаль Сергею Абламейко вручила вице-премьер Государственного совета КНР, председатель Совета Институтов Конфуция, госпожа Лю Ян-Дун. Торжественная церемония состоялась 7 декабря 2013 года в Пекине в рамках открытия 8-го Всемирного форума Институтов Конфуция. Узнаем, как он оценивает деятельность нашего института. Совершенно заслуженно в 2011 году нашему институту было присвоено звание «Лучшего института Конфуция в мире». И мне очень приятно, что вот этот такой успешный проект создания института Конфуция служит своеобразным мостом дружбы и укреплением сотрудничества между КНР и Республикой Беларусь. Мы очень рады предоставленной нам в прошедшем году чести организовать Европейский форум Институтов Конфуция. Делегаты обменялись опытом в проведении мероприятий, направленных на распространение китайского языка и культуры, обсудили новые планы и проекты, а также рассмотрели методические особенности новых учебных материалов, рекомендованных головной организацией для использования в учебном процессе в институтах Конфуция. Мы еще раз поздравляем госпожу Сюйлинь с присвоением звания почетный профессор Белорусского государственного университета. Мы рады отметить, что деятельность РИК БГУ не остается незамеченной на самом высоком уровне. Поделиться с нами своим мнением согласился заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Афанасьевич Тозик. Отношения с Китаем для нас действительно имеют стратегическое значение. Для того, чтобы они успешно развивались, народы должны очень хорошо знать друг друга. Чем лучше мы будем знать друг друга, тем успешнее будут наши отношения во всех сферах. Поэтому для того, чтобы мы лучше узнавали и знали друг друга, создаются институты Конфуция. Их роль в развитии наших двусторонних отношений переоценить очень сложно. Хочу пожелать нашему ведущему институту китаеведения имени Конфуция в моем родном Белорусском государственном университете успешной работы и максимально позитивного влияния на весь спектр белорусско-китайских отношений. РИК БГУ – старейший институт Конфуция, который на протяжении 8 лет своего существования всячески способствует распространению китайского языка и культуры. А значит, в скором времени в Беларуси будет еще больше людей, понимающих культуру Китая. Значит, еще теснее и крепче будут узы дружбы между нашими народами. Мы постарались рассказать вам обо всем самым интересном, что произошло за 8 лет существования Республиканского института китаеведения имени Конфуция. О нашем руководстве, наших студентах и преподавателях, о нашей дружбе, о наших успехах и самых ярких событиях. У нас еще много планов, и мы стремимся воплотить их в жизнь. РИК БГУ благодарит всех оказавших и продолжающих оказывать поддержку нашей деятельности. Благодарим всех интересующихся китайским языком и культурой Китая. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok